Люди, которые не добились успеха, думают, что если они прочитают 10 пунктов в книге, то станут успешными. Что такое успех? Что для него нужно? Вы должны остаться наедине с собой, без какого-либо внимания извне. Если вы разовьёте свои способности, другие люди скажут, что вы успешны. Если были бы какие-то советы по достижению успеха, то каждый был бы успешным. Советов для достижения успеха не существует. Засучите рукава. Вам нужно будет сделать миллион вещей. Только те, кто не особо успешен, думают, что если они прочитают 10 пунктов в книге, то станут успешными. Те же, кто добились успеха, знают, что ежедневно они стоят на голове и выделывают всякие трюки. Только на вечеринках они стоят прямо. Всё остальное время они стоят на голове. Мы должны понять следующее. Если вы хотите быть успешными, не стремитесь к успеху. Стремитесь к компетентности. Если вы развиваете себя, если вы делаете что-то хорошо, другие люди скажут, что вы успешны. Если вы думаете, что вы успешны, это глупо. Не так ли? Если вы делаете что-то хорошо, то другие люди в городе или в стране или в мире скажут, он действительно успешен. Если они считают вас успешными, это нормально. Но если вы сами считаете себя такими, это безумие. Мы не должны стремиться к успеху. Стремитесь к расширению возможностей, повышению компетентности. Вы не можете делать что-то так же хорошо, как кто-то другой. Но вы можете постараться делать всё, что в ваших силах. Так что если вы делаете всё, что в ваших силах, и если это достаточно хорошо, то мир признает это. Если нет, то вы будете счастливы. Что такое успех? Что для него нужно? У меня есть знакомые, которые всегда завтракают по расписанию. После завтрака они, конечно же, должны выпить кофе. После кофе они, конечно, должны выкурить сигарету. И немного посидеть. Потому что они пытаются стать умиротворёнными. Потом они идут на работу. Возвращаются домой точно в обед. Обедают. Отдыхают час или два. Спят. Затем пьют чай, курят. И снова идут на работу. И в 8-8.30 вечера они возвращаются домой, ужинуют, возможно, что-то выпивают, занимаются чем-то ещё. Но те, кто очень успешен в музыке, спорте, искусстве, бизнесе, духовном процессе, неважно в чём. Эти люди не следят ни за едой, ни за сном. Они не помнят, когда у них в последний раз был послеобеденный отдых. У меня такого точно никогда не было. Один из важных аспектов в жизни тех, кто стремится быть успешными — в том, что они не останавливаются на чём-то комфортном. Потому что комфорт появится тогда, когда вы окажетесь в могиле. Там будет очень комфортно. Сейчас же, главное — это глубина опыта и эффективность ваших действий. Если бы у вас было неограниченное количество времени, вы могли бы делать все эти вещи, ничего плохого в этом нет, я не против них. Но у вас так мало времени и при этом такой огромный потенциал человека. Вот в чём проблема. Для каждого из вас ваша жизнь бесценна, не так ли? Это бесценная жизнь. Если она бесценна, во что вы хотите вложить её? Ведь то, что вы называете «моя жизнь», — это лишь определённое количество времени и энергии, не так ли? Да? В то время, как вы сидите здесь, ваша жизнь уходит. Уходит не время. Уходит ваша жизнь. Да или нет? Как вы собираетесь инвестировать эту энергию, которую вы называете «моя жизнь»? Потому что если вы делаете что-то действительно стоящее, жизнь закончится раньше, чем вы поймёте, что случилось. Только если вы делаете что-то никчёмное, жизнь будет казаться долгой. Вы замечали, что в определённый день, когда вы очень счастливы, 24 часа пролетели незаметно, как одно мгновение. А когда вы несчастны, 24 часа ощущаются, как 10 лет. Замечали такое? Поэтому только у несчастных людей будет долгая жизнь. У радостных людей жизнь проходит так, как будто это пара дней. Так она проходит, если вы создаёте то, что для вас действительно важно. Поэтому одна вещь, которую должен сделать каждый молодой человек – останьтесь в одиночестве на 2-3 дня без какого-либо влияния со стороны ваших сверстников, преподавателей, родителей. Побудьте в одиночестве, по крайней мере на 2-3 дня, и задумайтесь, во что вы хотите вложить эту бесценную жизнь? Что есть такого, во что я хочу вложить свою жизнь сегодня, чтобы это было ценно и через 50 лет? Инвестируйте свою жизнь в это, чем бы это ни было, каким бы маленьким или большим это ни было. Если вы видите, что это что-то действительно стоящее, и вы инвестируете в это свою жизнь, ваша жизнь будет наполнена.